Уважаемые товарищи, пройдет год и со дня рождения Владимира Ильича Ленина исполнится 150 лет. Когда сын Владимир появился в семье Ульяновых, Маркс и Энгельс были еще живы, их манифест коммунистической партии уже был не только написан, но и широко использовался в рабочем движении. Каждый день у нас появляются новые доказательства правоты своей позиции, правоты нашей теории. И сегодня на плену МЦК мы со злой неизбежностью вынуждены говорить о дальнейших масштабах, дичайших масштабах бедности в нашей стране, о жесточайшей глубине социально-экономического раскола в России и мире. И еще Маркс говорил об относительном и абсолютном обнищании трудящихся при капитализме. Прошло полтора столетия, а ничего не изменилось. И это, несмотря на умножение производственного потенциала и выдающиеся достижения научно-технического прогресса. Мир все так же расколот на богатых и бедных, и это не могло измениться, потому что это фундаментальный признак капитализма, его родовое пятно. Если вывод Маркса об относительном и абсолютном обнищании при капитализме точен, если он прошел проверку временем, если проверку временем прошли другие его выводы, то что это означает? Что означает? То, что Маркс говорил 70 лет назад, по-прежнему актуально. Это означает, что его выводы носят фундаментальный характер, что марксизм действительно наука. И наука глубокая, а ее выводы доказательны. А если это так, то и прогноз Маркса о социалистическом будущем мира возможно считать доказанным. И совсем не случайно доказывать обратное было целью самых злобных архитекторов перестройки. Вспомним те годы. Это теперь почти каждый, кто искренне, а кто показно, сокрушается разрушение Советского Союза. Но тогда его рушили жестоко и цинично. Чтобы сделать это, порочили, высмеивали, десакрализировали подвиг многих поколений коммунистов, борцов за справедливое общество. Подонки поднимали руку на героев гражданской, великой отечественной, на подвиг панфиловцев и зои космонемьянской. Так готовили не просто отмену 6-й статьи Конституции СССР, случившуюся ровно 30 лет тому назад. Так готовили отмену самой партии, так готовили отмену самой страны. Но даже крайне озлобленную, ослабленную партию не смогли победить, пока не запретили. А запретив, открыли шлюзы и для разрушения Союза Советской Страны. В перестройку неспроста хохмели по поводу партии, ее теории, практики, не просто так искали зацепки, чтобы высмеять Маркса или Ленина. Смех очень сильное оружие, надо сказать. Коммунистам не только кричали партия дай порулить, нам говорили с насмешкой, ну и что, что ваш социализм. Посмотрите на запад, ах какой уровень жизни, ах какая желательная резинка, ах какие красивые джинсы. Вы говорите, капитализм загнивает, да ведь он так хорошо пахнет. Мы слышали это. Точнее сказать, мы слышали эту ложь и даже пытались возражать, но доводы разума воспринимали тогда не все, а перерожденцы. ЦК КПСС во главе с Горбачевым и Яковлевым старательно мешали это слышать. Вдумайтесь только, печатным изданиям партии фактически запрещалось защищать саму же партию. Зато все шлюзы были открыты, чтобы порочить дело социализма. Но правда способна пробиваться сквозь любые нагромождения лжи. А правда состоит в том, что духи Шанель хорошо пахнут, да, но это еще не признак капитализма. Это не запах капитализма. Его запах это запах трущоб на окраинах городов. Это запах больниц, где бедные умирают, а не излечиваются. Это запах руин в разбомбленных Белграде и Алеппо. Вот что такое настоящий запах капитализма. Защитные повязки здесь не помогут. Этот трубный запах рано или поздно проникает везде. Выветрить его из жизни общества можно только вместе с капитализмом. Товарищи, физика, как наука была известна и до Ньютона, и до Эйнштейна, и до Алферова. Но всякая наука развивается. Каждый выдающийся ученый вносит в нее свой вклад. Поэтому их имена запечатлевает история. Вклад Ленина в марксизм столь значительен, что сама наука стала именоваться марксизмом-ленинизмом. А наука должна использоваться и должна развиваться. И это уже наша с вами задача современных коммунистов. Учиться, учиться и учиться, обладевать всеми богатствами, которые выработало человечество, призывал нас Ленин. Наша задача учиться у Ленина. Ленина нужно знать, Ленина нужно изучать и понимать. Мало признавать его гениальность, нужно обладевать его методологией. Фактическая основа событий меняется, но основа ленинского анализа всегда актуальна. Уважаемые товарищи, все эти годы наша партия ведет неустанную идейную борьбу, и нам многое удалось. При нашей помощи граждане побеждают антисоветизм. Они уверенно говорят, что имя России это Ленин и Сталин. Уже как был уж гоним Сталин у буржуазных пропагандистов, но ведь история развеивает этот мусор. Те, кто не так давно боролись со Сталином, теперь пытаются порой примазаться к нему. Буржуазная пропаганда вообще способна на вещи удивительные. Как только капитал окончательно поймет, что не может победить Сталина, он постарается его приспособить под свои нужды. Он уже делает из революционера-созидателя державника контрреволюционера. И большего издевательства над памятью Сталина трудно себе представить. У нас есть способ противостоять этой пошлости, этой попытке оболгать Сталина как революционера и соратника Ленина. Этот способ таков. Всегда рассматривать вместе. Всегда рассматривать их связки. Не допускать отрыва одного от другого, что сегодня тоже делают буржуазные пропагандисты. В этой связи очень важно, что когда мы работали над докладом по первому вопросу, когда с этим докладом знакомился президиум Центрального комитета, и возникла идея напомнить о сталинской индустриализации, Геннадий Андреевич очень точно заметил, нет, это будет не совсем верно. Мы должны говорить не только о сталинской индустриализации, мы должны говорить о ленинско-сталинской модернизации. Сам Сталин здесь подает нам очень важный пример. Он сам всегда настаивал на том, что он лишь ученик Ленина. 31 декабря, 31 года он сказал об этом в беседе с немецким писателем Эмилем Людовиком. И еще много раз потом, и до этого, и после. А если Ленин и Сталин это одно целое, то попробуйте, попробуйте кто-нибудь сделать из Ленина контрреволюционера. Его это невозможно сделать, невозможно отказать в революционности главному идеологу и главному практику Великого Октября. Невозможно, не получится. Ленин революционер во всем, и в политике, и в науке. Как великий гуманист Ленин выступал за мирные формы революционных преобразований, но он при этом показал, что если вы за такие преобразования, за то, чтобы они происходили мирно, вы должны позаботиться о двух вещах. Вы должны позаботиться о том, чтобы у вас была сильная коммунистическая партия, это во-первых, и во-вторых, о том, чтобы она была сильна своей опорой на железные батальоны пролетариата, на широкие массы трудящихся. Без этого невозможен никакой приход к власти, а тем более мирный приход к власти. А по мере деградации капитализма возревает ситуация, когда его замена становится жизненно необходимым. Иначе общество начинает гнить и гнить все больше, и об этом тоже говорил Ленин. Гниющее общество – это наша с вами реальность, и нам с вами, наша с вами ответственность перед страной и народом преодолеть эту ситуацию. Ленин еще не знал фашизма, каким знаем его мы, но логика ленинского анализа, его анализа империализма наполняет нашу борьбу и антифашистским пафосом. Фашизм снова становится реальной опасностью наших дней. Да, Ленин – выдающийся теоретик, Ленин – основатель партии большевиков, Ленин – основатель советского государства, непререкаемый авторитет Ленина и подвиг российского рабочего класса сплотили коммунистов в третий интернационал. Они подняли волну национально-освободительной борьбы, и Коминтерн, по сути, стал первой организацией, объединившей коммунистов в международной антиимпериалистической борьбе. Вообще, тема глобализации сегодня исключительно актуальна и в теории, и в практике. Мы не реакционеры, мы не против глобализации вообще, а если точнее, у нас нет проблемы выбором и за глобализацию, и против. Весь вопрос, о чем конкретно идет речь. Если речь идет о глобализме, то, как показал Геннадий Андреевич в своих работах, это форма империализма, а с империалистической глобализацией мы, естественно, боремся. Если же вы понимаете под глобализацией обмен технологиями, кооперацию экономик, взаимопогащение культур, то мы за такую глобализацию, но мы предпочитаем называть это интеграцией и интернационализацией. 150 лет со дня рождения Владимира Ленина – это хорошая возможность, которую нужно использовать, чтобы показать его вклад в историю человечества, чтобы показать его роль как теоретика и практика, раскрыть масштаб его личности, чтобы продемонстрировать достижения социализма. Особо важная тема – это гуманистическая сущность социализма и соответствующие примеры. Зафиксированы в проекте постановления по этому вопросу. Задача номер один наша – это всемирная актуализация ленинского наследия. Необходимо использовать возможность, которую дает 150-летний юбилей для этого. Использовать возможности всем нашим партийным организациям и, конечно, объединению РУСО, которое готовится сейчас к своему съезду. Мы должны провести ленинский призыв в ряды партии, подготовить и сдать ленинские работы, возможно, переиздать черную книгу капитализма, которая раскрывает преступления империализма. Внимательно отнестись к вручению ленинских премий в этом году. Образ Ленина должен сопровождать нас везде, начиная с митингов и демонстраций, включая те акции, которые мы проведем и по случаю дня 9 мая тоже. Конечно, мы особо полагаемся на правду, советскую Россию, красную линию, сайт ЦК, журнал «Политическое просвещение» в подготовке к этой работе. Мы обязаны освоить новые формы пропаганды, агитации. Я очень благодарен всем, кто вчера принял участие в семинаре, который организовал Марат Музаев. Мы ждали, что придет порядка 30, может быть, 40 человек. Пришло больше 100, получился содержательный, очень интересный, а самое главное, я думаю, полезный разговор, который закладывает хорошую основу для работы на этом направлении в будущем. Мы должны превратить в целостную политическую кампанию три даты. 150 лет со дня рождения Ленина, о чем постановление будет принято сегодня. 140 лет со дня рождения Иосифа Вячеславовича Сталина, соответствующий документ, президентом ЦК уже принят, и 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Закончить выступление хочу сказать следующей фразой китайского революционера Суни Цена. Он сказал эти слова, обращаясь непосредственно к Владимиру Ильичу. За многие века мировой истории появились тысячи вождей и ученых с красивыми словами на устах, которые никогда не проводились в жизни. Ты, Ленин, исключение. Ты не только говорил и учил, но притворил свои слова в действительность. Ты создал новую страну, ты указал нам путь. Ты, Ленин, исключение.